С черным днём, говорят при встрече друг к другу, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. С юга Тюменской области, Югры и Ямала в Припять отправили полторы тысячи человек. В первых рядах оказался опытный лётчик, который облетел весь крайний север, Александр Сазанов. Экипажу необходимо было измерять скорость и направление ветра, куда идёт радиация. Но ближе, чем на полтора километра до атомной электростанции подлетать запрещалось. Александр Алексеевич каждый год приходит к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в память о своём экипаже. Алая капля крови, пронзённая радиоактивными частицами. Каждое 26 апреля на груди у Ирика Кадирова он мог бы и не попасть в Припять. Собирался в отпуск, но его коллега не смог и отправили его. Там он четыре месяца командовал инженерно-технической ротой. О тех днях вспоминает, что каждый просто выполнял свою работу, потому что это была необходимость. В сложности, то, что техника выходила из строя, вот это. Радиация действовала на электронику. То, что радиоуправляемые пытались сделать машины, радиоуправляемая гусенища техника, чтобы работала. Но она постепенно выходила из строя, поэтому работал только человек, человеческий фактор. Все, кто столкнулся с радиацией, кто преодолел свой страх перед крупнейшей техногенной катастрофой, они тепло встречают друг друга каждый год у памятника в сквере мужества. Бороться за их жизнь, не вспоминая о своей. Это только могут быть герои. Здесь не слышится смеха, разговором предпочитают молчание, потому что для каждого присутствующего это оказалось чёрным временем, которое вспоминать не хочется. Оно ликвидаторам аварии даже уже не снится. Анастасия Ломцева, Иван Яснисевич, Ямал-1.